Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Ссылка на донейт в описании. Пять лет он провел в неволе, два года на фронте. В науку он вернулся 44-летним зэком. Но ни до его смерти, ни после нее академическая наука его так и не приняла. Сегодня на русском языке нет более популярного историка. Лев Гумилев – известный историк, географ, ученый, который прожил очень тяжелую жизнь и создал теорию бассонарности – это генеза. Удивительная по-своему фигура. Ну, во-первых, тоже, разговаривая о нем, тяжело не заговорить о поэзии. Да, вот мы разговариваем, а в голове-то вертится, что это тот самый человек, про которого написано «Муж в могиле, сын в тюрьме». Он прошел и бедность, и нищету, не было жилья, не доедал, не досыпал. Страстно любил науку историческую. И поэтому делал все для того, чтобы стать историком. Но в какое-то время он провел из-за сталинских репрессий в тюрьмах. Вот, находясь и даже в тюрьме, он думал над тем, в чем секрет, причина и мотив развития человеческого общества. Концепцию он своей придумывал как раз, как там это у Бродского, про бездонный купол Азии. В общем, под бездонным куполом Азии, да, не то, что это отрезанное от нормальной жизни, от нормальных библиотек, по памяти. Толкин придумал свое Средиземье, а наш Гумилев придумал свое. Просто книжки, в которых он про это свое Средиземье рассказывает, они написаны в форме научных трудов, в отличие от рассказов Толкина про войны, эльфов с гоблинами. Но тем интереснее, тем скорее это воспринимается как какая-то очень сложная постмодернистская игра. И если не видеть в нем историка в нынешнем академическом смысле, к нему наоборот, как-то еще с большим интересом начинаешь относиться, да, вот в нечеловеческих условиях человек создал свою грандиозную эпопею. У него есть подробная разработка иерархии пассионариев. На самом верху стоит тот, кто горит с желанием принести себя в жертву. Дальше идет великий авантюрист, который горит с желанием завоевать. Не принести себя в жертву, а завоевать. При этом он не боится гибели. Дальше стоят великие бандиты и так далее, полководцы, бандиты. А внизу стоит, допустим, уже какой-нибудь такой наркошек, который, когда смотрит за окошко на светлый день и на улицу, кишащую народом его охватывает, ужас при мысли, что надо выйти за хлебом, потому что сил на это у него нет. Эта разработка, она, наверное, лучшая, что Гумилев Лев Николаевич сделал в своей жизни. В отличие от марксистов и материалистического понимания истории, которые считали, что главным движителем истории человеческого общества является классовая борьба, Гумилев пришел к другому выводу. Он думал над тем, почему, например, Александр Македонский совершил военный поход в Индию, Сагдиану, Мерв, Среднюю Азию, в Афганистан, в эти далекие страны. Что нужно было македонскому и древним эллинам? Слава! Историк Гумилев, сын поэта Гумилева, забавный фрукт на самом деле. При всей его популярности его неинтересно изучать как историка. Он интересен как феномен сознания, который совершенно не верил, что культура и вообще что-то в окружающем мире может быть отлично от физической реальности. Он пришел к выводу о том, что на каком-то этапе исторического развития разные этносы, разные народы, они наполняются некой мощнейшей энергетикой. Эту энергетику, этот этнос или конкретные люди получают из космоса, биохимическую энергию. И вот этот процесс, когда этносы, народы или конкретные личности, они начинают действия, походы, военные набеги, это происходит, потому что они наполняются некой энергией, которую он назвал пассонарностью. Это латинское слово «pasteo» – страсть, одержимость. И Гумилев пришел к выводу о том, что тогда, когда количество пассонарных людей в этом этносе, данном этносе, на разные этапы исторического развития, это количество становится масштабным, то тогда этот этнос приходит в движение. Весь его вклад в такое политическое евразийство – это была вера в некую природность и естественность сего. То есть ему легко и просто было поверить в то, что это пространство тюрок, пространство стихии, каких-то людей, которые скачут по ковыльным степям и рубают шашкой всех земледельцев и так далее. Но как только возникало некое культурное измерение этого пространства, то есть это даже не важно было, это могло быть православие, могло быть ислам, что угодно. То есть все, что переставало их делать такими полуживотными, это вызывало у него отторжение. Он любил вот эту стихию, поэтому для него были важны тюрки, тенгри, хазары. А вот как только это изменилось, как только хазары становились иудеями, он начинал чувствовать врагами. Он относился к пространству Евразии примерно как Миклуха Маклай к папуасам. Этнографический заповедник, он не верил до конца, что это люди. Просто некая забавность, на которую приятно смотреть, которую интересно изучать и будет жаль, если она исчезнет. Что я тюрок, я узнал от Гумилева. Когда мне было 20, это был 62-й год, я приехал совершенно случайно, путешествуя по Черному морю, сошел в Новороссийский и приехал в Абрау-Дерсо. Мы прожили примерно 10 дней там, и я с ним общался, с Гумилевым. Он мне сказал, так значит, вы тюрок? Я сказал, нет, я азербайджанец. Он сказал, ну, азербайджанец – это название, которое возникло относительно недавно. Это название территории азербайджан, большая часть, которая находится в Иране, это северный азербайджан. Но вы – тюрки. Разные этносы по Гумилеву, они проходят 5 фаз подъема пассанарности, когда пассанарных личностей становится все больше и больше. А вот вторая фаза, он ее назвал аклактика. То есть это уже высший накал пассанарности. А следующий этап – это надлом, говорил Гумилев. То есть когда пассанарность снижается, идет на спад. И четвертый – это имерция. Люди живут на основе традиции и потребляют те богатства, которые они накопили. И, наконец, обскурация. То есть самый последний, пятый этап, пятая фаза – тогда, когда происходит ужасающая вещь. То есть этнос, который имел и подъем, и совершал великие деяния, или личность, в зависимости от того, о чем речь идет, они приходят в упадок. Я, честно говоря, очень осторожно к этому слову отношусь и к тому, что за ним кроется, потому что оно как-то очень соблазнительно для всякого рода фашизоидов, вообще-то говоря. Вот эти рассуждения о пассионарных и не пассионарных народах, о том, что какие-то нации, которые переживают какие-то свои взлеты и падения, такое в исторической ретроспективе, это может быть, это правдоподобно. Это все-таки читается как достаточно увлекательная литература, и поэтому легко усваивается, и, в общем, да, его теория производит в результате очень убедительное впечатление. Слово пассионарность, да, я употребляю с удовольствием, потому что люблю употреблять сложные, нечасто встречающиеся в обиходе слова. Слово пассионария или пассионарная, или пассионарность можно услышать там, где вообще не ждешь его услышать. На совещании рекламщиков, которые обсуждают очередной проект, которые, в принципе, предпочитают сыпать терминами на языке, называемом «пиджин рашен», но пользоваться англицизмами, как оккультуренными, и вдруг один из них говорит, а, вот это пассионарный. Так слова и заходят, наверное, в вечность. Но я бы не стал вот это экстраполировать на всякую современность, потому что это развязывает руки вот именно любителям выяснять, какие народы сейчас отсталые, какие народы сейчас, какие надо, какие современные, какие несовременные. Живая какая-то кровь, живое дело должно присутствовать, обязательно должно… Ну, то есть как бы не может человечество, даже не человечество, не может там отдельно взятая страна или там регион находиться в полном покое. Обязательно найдутся люди, которые приедут, так сказать, взбаламутить это все. И везде сейчас, наверное, в Европе самыми пассионарными являются какие-нибудь сирийские беженцы или афганские. К личностям можно, но у Гумилёва это было именно к народам, к нациям, к племенам. Дело в том, что, мне кажется, современный мир уже не состоит из нации. Про страну, про народ, про нацию. Я не могу сказать «мы» никогда. Мы русские, мы евреи, мы кавказцы, мы там… Не работают. Изобретенное Гумилёвым слово «пассионарий», ну и вот комплекс слов вокруг, они действительно в большую жизнь вошли. От автора, может быть, сбежали, но, тем не менее, ему жизнь внутри мира слов сохраняют. И вот ученые некоторые скептически относятся к его теории пассионарности. Гумилёвская концепция, она развитая в некоторых кругах в западной культурологии, она и признается, и высоко оценивается. И прежде всего за счет того, что он во главу угла поставил не некое такое странное понятие, там народ, условно говоря, а этнос. Гумилёв считал, что людей можно соответствовать теории пассионарности и нужно делить на три категории. Первая категория – это пассионарные люди, пассионарии. Вторая – это гармонические люди, личности. И третья категория, говорил Гумилёв, это субпассионарии, пассионарии личности. И они обладают вот этой мощью, этой энергетикой, этой волей, этой целеустремлённостью. Они ни перед чем не останавливаются ради достижения цели. Их цели тоже пассионарные. Это великие цели. Это большие цели. И как иногда эти люди гибнут, и они этой смерти тоже не боятся. А вот гармонические личности – это вот такая середина. Это спокойные люди, которые просто живут, они не проявляют никакой сверхактивности, но и не бывают пассивными. Это основная масса людей любой страны. И, наконец, субпассионарии он считал. Это вот люмпин. Это вот пассивные люди. Это имертные люди. К субпассионариям Гумилёву относил бродяг, бомжи, проституток. Людей практически ни на что не способных. Вот этих пассионарий по Гумилёву, ну, бывает, как правило, 5%, там, 7%. И они ведут за собой свой этаноз. Эта теория пассионарности, она очень интересна. И мне кажется, что, ну, если не всё объясняют, то многое объясняют. И проблема России именно в том, что сейчас, сегодня в России практически нет пассионариев. Пассионарный период Кавказа – это начало 20 века. Вот когда образовались три независимые, ну, во-первых, буржуазные республики в Азербайджане, в Грузии и в Армении. И они могли объединиться, и их ждало великое будущее. Но Россия этого не позволила. У Гумилёва есть неожиданное политическое измерение. Но мы можем видеть, во-первых, что у Владимира Владимировича Путина сейчас, похоже, появился референт, который его читал. Это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего человека, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперёд. Это некая опассионарность, о которой Гумилёв говорил в своё время, которая толкает нашу страну вперёд. Путин не на Валдае чуть раньше. Короче, вот чуть ли не на днях он где-то процитировал Гумилёва. И, видимо, это знак, что Бердяев не милость. Стас Печерайтер опять поменялся, и нас ждёт рост продаж новых красивых изданий Гумилёва в кожаных переплётах и период любви к нему русского чиновничества. В этом смысле, да, продолжает жить это странное учение, хотя Гумилёв бы, наверное, просто с собой бы покончил. Мы услышим, что сегодня с ним делают, и какие далеко идущие выводы из его рассуждений получаются. Любой призыв к революции в конечном итоге приводит к тому, что она рано или поздно происходит. Пассионарий разрушает, чтобы созидать. А как бы пассионарий – это человек, который стремится к цели ценой любых внутренних напряжений. И когда критическое число этих пассионариев в народе, число их достигает критического числа, они могут поднять народ. Вот 500 тысяч человек достаточно, чтобы повести за собой всё человечество. Это один из терминов, которые в отрыве от авторской, достаточно детальной его проработки, слишком часто используются в суе. Я рискну даже предположить, что его корень – passion, passion, страсть – наводит на какие-то изначально совершенно неприсущие гумилёвской мысли, ассоциации. Концепция Гумилёва, о которой можно говорить достаточно долго, рассматривает такую категорию, как пассионарность, почти в биологических категориях. Она встроена в довольно широкую картину мировой истории, понимаемой как взаимодействие и смена этносов. Его интерес к тюркам и абсолютная убеждённость, что татаро-монгольского ига не было, а был симбиоз, был союз, когда татары выполняли одну функцию, а славяне – другую, русские, так сказать. В этом есть, мне кажется, очень серьёзное основание для всех этих его соображений. Аллах ему говорил, а он, Мухаммад, запоминал и сообщал всем кругом. Ну и записывали. Так создался Каван. Вот если в христианстве Христос сам считается воплощением Бога Слова, вторая, ипостась Творицы, то у мусульман его место занимает Каван, а Христос считается пророком. В этом, собственно, вся разница. Он специализировался на вот этом пространстве, да, от Тихого океана до Чёрного моря, на Великая степь. Здесь можно говорить о каком религиозном феномене, да? Это вытеснение тенгрианства, да? Сам Гумилёв-то он был, скорее всего, с моей точки зрения, атеистом, но, во всяком случае, секулярно настроенным человеком. У всех людей существует индивидуальное отношение, так сказать, к этим непознанным ещё объектам приводы. Я так считаю. Я учёный и материалист. И я считаю, что объекты привода могут быть поздно и не поздно. И, может быть, индивидуальное, и, может быть, этническое, уже привычное, позиционное. Так поскольку всё равно какое-то отношение должно быть, то мне нравится то, в котором я родился, и в котором я, так сказать, до сих пор 76 лет прошел. И поэтому я верующий православный. Самый яркий пример, да, вот это возникновение ислама, да? Вот он, пассионарный всплеск, да? Пассионарный всплеск, который буквально привёл к тому, что там за несколько, там, десятилетий какие-то умирающие, деградирующие арабские племена вдруг создали мощную империю. Мощный это. Как? За счёт чего? Как вот раскрыть эту пассионарность ислама, да, в тот начальный период? Вот я разговариваю с мусульманскими интеллектуалами, и они когда сравнивали нашу революцию, я имею в виду нашу русскую революцию 17-го года, они говорят, нет, говорят, в истории, говорят, была только одна великая революция. Это революция ислама, говорят, да, которая началась в 610 году, в 610 году, и которая продолжается вплоть до сегодняшнего дня. А ваша революция? Ваша революция, сколько она там, 72 года продолжалась, да? Вы знаете, я был с Гумилёвым даже знаком, у меня даже где-то лежит его книжка, про него очень хорошо заметил кто-то из историков. Гумилёв очень убедительно писал только про то, что он лично хорошо знал. А знал он не так многое. В 52-м году, это был самый такой крутой год, я решил заняться наукой. У меня были книги, и я захотел написать историю Гумилёв. Но могли же в любой момент отнять рукопись. Поэтому я обратился к Копьеву полномоченному, это самое высшее начальство, и спросил разрешение. Он ответил, подумаю, но так как думать он не умел, то он откуда-то пошёл, у кого-то спросил. Вернулся и сказал, гуннов можно, стихи нельзя. Советская власть сыграла злую шутку над ним. Вот ограничив его, поразив правах, она заставила его быть своего рода, я без обиды сейчас говорю, я привожу просто образ, кротом в норе. Вот она не давала выйти за пределы этой норы. Он не знал данных современных исследований на Западе. Он не знал результатов других исследований, он не мог брать широкий материал. И ислам для него просто-напросто не попадал в сферу его изучения. Он брал только тот материал, который у него был под рукой. И на нём работал. Если его в характере другого народа нет, у них нет необходимости выдумывать себе слово, обозначающее это понятие. У нас это слово называется «я». Готовность человека пожертвовать собой ради сохранения своей чести. Вот мой дедушка, он работал директором магазина в селении Гихи. И пошёл за товаром. И с ним было несколько человек, его друзей. Товары они в розыне не получили. Ночью возвращались, была пурга, снег. И они вот быстрым шагом с трассы съехали, через Гихинский лес идут. И вот там против них завернуто башлыками 5-6 бандитов. А этот говорит, мы без оружия, уходите с дороги. У него только у одного было кремнёвого ружьё. И у нас товара нету, пока товара нету. И тогда они ему говорят, тогда сними со своей головы шапку, и можете начать в четыре стороны уезжать. А шапка для чеченца, это всё равно что, извините меня за натурализм, всё равно что штаны снять. Сняли с его головы шапку, знаете, человека унизили, оскорбили, лишили чести. Они не хотели унизить, просто им она приглянулась. Была шапка такого бухарского каракуля, такая коричневатая, золотистого цвета. А для него это честь. Он говорит своим друзьям, ребята, это не ваша война. Если хотите, вы можете уйти. И он вытолкнул и застал уйти. Он один остался и им крикнул. Пусть мои гихинцы увидят, что Саида убили, чем то, что вы из его головы шапку сняли. Ну вот вам, пожалуйста, пассионарность. Вот вам, пожалуйста, я. Скажем, Имам Шамиль был пассонарий. И, конечно, его наиб Хаджимурат был пассонарий. По-другому они не смогли бы возглавить сопротивление против огромной Российской империи, тогда, когда началась русско-кавказская война, которая практически продолжалась чуть ли не сто лет. Но что происходит сегодня? И как проектировать эту теорию пассионарности на современный Средний Кавказ и Дагестан? Конечно, можно. Братья Хачилаевы. Поэт Адало. Потому что он был не только поэт, он был гражданин. А это очень высокий статус. Пассионарные личности, как-то, они, знаете, внешне тоже, по-моему, несколько отличаются от обычных людей. Пассионарность из двух типов. Есть пассионарность тела. То есть, ну, это смелость тела, в том числе и предельно такая идущая, как бы, на крайней опасности. Но это смелость тела, которая присуща таким сильным людям с улицы. Вот есть такие дворовые, как бы, герои, которые собирают вокруг себя ватаги. Они становятся естественными лидерами. Обычно плохо кончают. И, в принципе, они не знают, зачем они берут все под контроль. Но они знают, что они хотят власти. Власть, она, естественно, к ним идет. Они оплачивают это перманентным риском и потом получают пулю и нож. Вот. Есть пассионария ума. Пассионария ума – это визионер, который прорывается сквозь пелены обычной логики, который видит, на самом деле, фундаментальные бездны, такие скрытые от обычного человеческого разума, но который горит этим визионом, но в своем кабинете. На улицу ему тяжело выйти. Но если выйдет, то его побьют просто. Гумилев любил Азию, степи, дикость, вполне идейно. В противовес сталинскому порядку и тайной страсти к власти, ее преклонению перед Западом. Да проститься старому зэку он в этом не виноват. Сегодня его прочат чуть ли не в идеологе нового русского мира и новой пещерной евразийскости. Он придумал вполне изящный термин «пассионарность», который, по мнению Гейдара Джумана, он чуть-чуть не докрутил. Есть пассионарий ума, есть пассионарий тела, но историю двигают те, кто могут соединить два этих качества. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Продолжение следует...